Добрый день, Хайр Леквин. Мы находимся в Астрахани, а Нижнее Поволжие это исторический географический центр всего тюрко-мусульманского кочевого мира. И это серединка той цепочки нагайских этнических групп, которая растянулась по карте от Румынии и Болгарии и до Афганистана. Мы не будем брать всех астраханских нагайцев по происхождению и потомков нагайцев, нагайцев по языку, диалекту или частичке традиции. Мы возьмем только Карагашей, Красноярского и Приволжского районов. Из 30 тысяч лиц нагайского происхождения на территории Астраханской области их насчитывается около 8 тысяч человек. Возьмем их историю, традиции и выйдем, если получится, на проблемы современности. Можно задать вопрос, когда нагайцы отсоединились от Малой Ногайской Орды на Кубани, от Козыева Улуса. Разные даты приводятся. Карагашские предания об этом указывают дату 1736 год. А, скажем, исследователь Павел Иванович Небальсин 1736-1740 год. Я так думаю, что дата где-то между ними. Все было привязано к российско-турецким войнам. Некоторые, кто-то попадал в плен к российским войскам, а в данном случае к калмыцким отрядам, калмыцким отрядам. А другие прятались, скрывались, чтобы оказаться вне зоны военных действий. Да, это где-то 1737 год. Поход калмыцкого хана Думдукамбо в предкавказье, на территорию нынешнего Ставропольского края. Факты гласят о том, что нагайские группы с какой-то периодичностью, несколько десятков или 100-150 лет, скрывались в лесу, в темном лесу, Кара-Агаш, недалеко от горы Стрижамент, между Ставрополем и Пятигорском. И как раз где-то в 1743-44 году калмыцкий хан подчинил себе нагайцев темного леса, нагайцев Карагашей, и привел их, за отсутствием кавказской тогда губернии, привел их на границу Астраханской губернии. Это где-то 1744 года. Нагайцы Карагаши, как припущенки калмыков, роднились с ними, воспринимали некоторые традиции, некоторые свои традиции передавали калмыкам, особенно вот этой группе Тургут, где слово «тюрк» просматривается очень-очень здорово и явственно. Отсоединялись от них. Где-то в 1764 году они от калмыцкого хана Убаши пристали к Астрахани, но тот потребовал их вернуть. И их ему вернули, но ненадолго. В 1771 году большинство калмыков убежали обратно в китайский Синьцзян, приглашали очень с собой тюрок, включая Карагаши, но те не последовали. И за это получили земли. В Красноярском уезде Астраханской губернии были подчинены уездному и губернскому начальству. И при помощи русских плотников между 1785 и 1788 годом основали себе два главных села – Сиитовка и Хожетаевка. Переселились в Астрахань три куба, три больших племенных группы. И причем базовой группой была группа Найман. И так интересно, в 1557 год из большой орды, вот эти выступившие против власти Бия и подавшиеся в Малую Ногайскую орду, в хрониках, в летописях написано так. Найманы с Мурзами Тинбаем и Кулбаем, Кутлыбаем. «Мало не все на Кубань ушли». Поэтому не случайно хороший признак связи кубанских нагайцев и карагашей, кроме диалекта, который в разговорной форме практически совпадает только сейчас, под влиянием литературного языка говорят, на Кубань немножко видоизменился. С кубанскими нагайцами очень у карагашей перекликаются и предания, и многое другое. Три куба, у каждого свой уран, боевой клич, сейчас они забыты. 15 родовых подразделений вот этих трех больших групп. Найман, Тюбетпес, иначе Янге Найман, Новый Найман. И третий Мангыт, сейчас это под группу утрачено. В Сиитовке жили Найманы, Мангыты жили в Хожитаевке, и там, и там жили Тюбетпесы. 15 родов, 15 тамг, 15 мечетей. Те, кто до меня работал в начале 30-х годов, рассказывали, что Сиитовка и Шожитаевка были организованы гнездами. Вокруг мечетей, каждая мечеть у своего рода. У своего рода. Даже в этом отражалась интересная традиция. Не буду рассказывать о свадебных обычаях, о свадебной повозке Куйме, которая единственная карагашская уцелела в музее Саратова. Жаль, что ее сейчас никто толком не изучает. Но в Астраханском музее тоже осталось карагашского наследия. Довольно-таки много. И будущие исследователи еще придут. Так вот интересно получилось, что некоторые исследователи ухватили в своей работе момент и путешественники, и ученые. Ученые и путешественники. Была такая вот интересная категория. Ухватили момент поселения карагашей в Астраханском крае. Это Петр Симон Палас и Ян Юзович Потоцкий. Ну а Павел Иванович Небальсин, я его упоминал, он ухватил самый расцвет проживания карагашей на Астраханской земле, на территории губернии. Московский студент Владимир Дмитриевич Пятницкий, Василий Иванович Трофимов, преподаватель татарского педагогического техникума из Саратова. Поэтому часть Астраханских коллекций попала в Саратов. Мы имеем сейчас дело с его сборами в начале 30-х годов. Василий Иванович Трофимов, а также из представителей карагашей, лидер мусульманского духовенства революционной эпохи, Абдрахман Исмодилович Умеров и его ученик Абдул-Хамид Шершибидич Джанибеков. Тоже своими работами, своими трудами, не все еще опубликовано, внесли очень большой вклад в становление карагашей-ногайцев как части астраханского сообщества и их изучения. После 1739 года и по 1989 год, ну, как будто какой-то провал. В 1939 году карагаши зарегистрировали как татар по переписи и стали им и туркменам преподавать в школах литературный татарский язык. Хотя нагайская речь, она в семьях сохранялась и сохранялась сейчас. Еще разочек, в кубанском варианте, в малоногайском варианте, с особой фонетикой и особым произношением. Но это не был абсолютный провал. Я все вспоминаю, как мой светлой памяти ему отец, известный педагог и краевед Михаил Александрович, в 1963 году, помню эту сцену из своей жизни, сказал мне, «Сынок, есть такой астраханский народ карагаши?» Русские произносили с ударением на последний слог. И как на счастье, в 1967 году, в месяце феврале, в областной комсомольской газете вышла статья известного потом в Москве астраханского журналиста Станислава Давыдовича Синдюкова. Он ее написал при помощи комсомольского лидера Красноярского района Роберта Бакаевича Яксибаева. Номер вышел к юбилею революции и в честь успехов комсомольской организации Красноярского района. Удачно удалось поднять вот этот этнический момент. Статья называлась «Потомки Батыра Каратая». Тем более, что на руках у старожилов, кто умел читать арабской грамотой, сохранились рукописи о истории карагашей и о истории их селений. Эти рукописи были в нескольких вариантах. Боролись с калмыками, решали уйти обратно на Кубань или остаться в Астраханской области. Под ним данным Мамай, племяння Карака. Под другим данным Кастуган, Туган-Мерза по-астрахански, знаменитый герой Ногайского эпоса. И Батыр-Каратай. Батыр-Карасай тоже немножко в ином происхождении. Фигура довольно-таки известная. Эти рукописи отчасти сохранились. И сейчас встает вопрос о том, чтобы их перевести, издать, прокомментировать и отсеять то, что изменилось в устной передаче и уже поздней какой-то записи в сознании района. И вытащить оттуда, извлечь подлинные исторические события, посмотреть, как они откладываются в фольклорной памяти. Право же для мировой науки и для науки России и СНГ будет это очень хорошо и полезно. В 1969 году поступили на хранение в Методический центр народных культур фольклорные сборы Равили Ютью Махамедовича Джуманова, уроженца Сиитовки, будущего председателя Ногайского общества Берлик. Тоже там содержатся выдержки из вот этих рукописных книг, которые были на руках у населения. В 1973 году вариант одной книги удалось перефотографировать и скопировать, попал в руки и мне, тогдашнему саратовскому студенту, который в экспедициях начинал изучать нагайцев карагаши. Как раз в это время работал, изучая карагашский диалект. Он его даже назвал, поскольку не было ясно, нагайцы это или кто-то еще по документам, он назвал его карагашский язык. Уважаемый Леонид Султанович Арсланов, замечательный этноделектолог, марийец по национальности, преподававший в городе Елабуге, в Татарстане, который очень тонко разбирался в особенностях диалектов любого тюркского народа и не только тюркского, финно-угорского и некоторых еще калмыцкого, некоторых еще любопытных групп. Какую-то роль, наверное, сыграла моя студенческая статья к этнической истории карагаши. Она была написана в 1973 году, но вышла в свет только в 1983 году. Сейчас я работаю с ней и хочу пополнить то в тексте, что видоизменила современная наука. В 1979 году, время, когда проводились мои экспедиции, было всего в Астраханской области 90 человек нагайцев. Но 20 человек вселенного Урусовка всегда и до сих пор так же, даже в паспортах, указывали себе национальность карагаши, а свой язык называли карагаш-ногайский. Очень и очень интересно. 90 человек. И вдруг в 1989 году 4 тысячи человек. А в 2002-м 4 тысячи 600 человек. Ну, вроде бы в 2010-м ждали 5 тысяч. Нет, почти 8 тысяч. То есть обостряется как-то в связи с тем, что рядом химические и газодобывающие, перерабатывающие производства, обостряется самосознание народа. Да и людям вообще на рубеже 20-21 века свойственно желать быть кем-то точно. И думаю, грядет перепись 2020 года, и мы получше узнаем, сколько нагайцев, сколько карагашей, сколько кого на территории Астраханской области. Хотя в 1979 году мне было известно. Очень хорошо. Если почти 4 тысячи татар на территории Иситовского сельсовета, это почти 4 тысячи нагайцев карагашей. Но потом возникла определенность. Потом уже к 1988-му, к 1990-му году все астраханцы уже знали, что кроме многих других народов в Астраханской области проживают еще и нагайцы. И главная группа, которая сохранила самосознание и подчертывает его, это нагайцы карагаши. Как они зачитывались книгой моих коллег Калмыкова, Терейтова, Секалиева. Серой книгой и нагайцы. Мы добились, чтобы она была, ну, по крайней мере, в какой-то группе родственных сел. В 1988-м году прошли в Астраханской области гастроли знаменитого ансамбля Айланай. И именно карагаши в Сиитовке полночи не отпускали артистов, все село пело и танцевало. Встретились распавшиеся несколько веков назад между собой родственники, очень тесно связанные. Хотя, впрочем, в этом ансамбле были больше дагистанские нагайцы, а не кубанские. Но не в этом дело. Все равно родной язык и родная традиция на слух и на зрение очень быстро и хорошо усваиваются при каком-то желании. В последнее время молодые архивисты в Казани и в Астрахани сделали очень интересные находки, касающиеся истории переселения на территорию Нижнего Поволжья нагайцев и, в частности, Карагашей. Другое дело, что это большинство документов русскоязычные и находятся в русскоязычных фондах архивов. И как чиновники царского правительства всегда ли точно отражали и могли отразить историю специфическую тюркских народов, но наверняка что-то есть и арабской графикой, что-то есть и на языке тюрки, что-то есть и на нагайских диалектах. Все это будущее поколение исследователей. Я сейчас буквально в эти дни стараюсь, чтобы появились из школьников такие исследователи, знающие несколько языков и диалектов, чувствующих родную культуру и желающих всю жизнь, наплевав на какие-то материальные выгоды, посвятить себя этому делу. Сейчас я эту категорию молодых людей ищу, чтобы с ними начать работу. Никто не говорит об ущемлении нагайцев. Напротив, мы наблюдаем, как складывается новая идеология нагайской идентичности. Не всегда адекватная, не всегда сложная. Иногда забывают, что когда у эдисанцев, амбайлуковцев, и эдишкульцев были с генералом Суворовым какие-то проблемы, в этот момент от Екатерины II астраханские нагайские карагаши получили землю в Красноярском районе для проживания и для ведения хозяйства. То есть говорить о каком-то ущемлении и специальном насилии, и в том числе астраханских карагашей, не приходится. То, что записали их татарами просто напутали и чиновный люд не имел в тот момент достаточно этнологической и языковой подготовки. Долго существовало общество нагайской культуры, помню его учредительное собрание, участвовал Берлик. Ногайский центр сначала молодежный, а потом центр для людей любого возраста и Диге, существует и на настоящий момент. почти 8 тысяч нагайцев, из них 90% показывают, что свободно знают по крайней мере разговорный нагайский диалект. Но это разговорный нагайский диалект. Не читая на литературном языке, ну, не станешь полноценным представителем своего народа, а значит и стать гражданином сильным этническим самосознанием тоже, наверное, не придется. Только что в двух или трех школах преподается Джанибековский нагайский язык, я считал бы очень неправильным. И над этим мы будем работать, будем стараться что-то сделать. Астраханские условия позволяют это совершить, так же, как и дают хорошую возможность составить такую экспозицию и нам с вами встретиться, обсудить это дело. Когда-то в 73-м году я заключил свою статью словами «Этническая история Карагашей находит свое продолжение в их современной жизни». Прочитал вроде наивненько, а знающий профессор сказал «Да нет, это очень здорово». И жаль, что мы в научных исследованиях такие хорошие фразы, понятные любому человеку, вставляем довольно-таки редко. Действительно, Карагаши живут и сейчас. Их жизнь, развитие, новое становление в 21-м веке продолжается. Давайте пожелаем им в этом успеха. Спасибо. Сау-баланс. Сау-баланс. Сау-баланс.